Помимо широких возможностей для обучения и общения, современный интернет стал весьма распространенным инструментом для различных мошенников, которые используют всемирную сеть с целью обогащения на мирных гражданах. Возможность скрыть свою личность вплоть до полной анонимности, а также некоторые бреши в законодательстве привели к тому, что излишняя доверчивость при общении с незнакомцами может обернуться не только оскорблениями и публикацией личных данных в социальных сетях, но и угрозами и даже шантажом. Особенно часто с мошенниками сталкиваются женщины, пытающиеся найти в интернете свою вторую половинку. А сайты для знакомств уже несколько лет являются просто рам для тех, кто ищет незаконные пути обогащения за счет других. В последнее время особенно популярным видом мошенничества стала так называемая «доска позора», аналог некогда известного CheckU, где в открытом доступе публиковалась информация о женщинах, по своей наивности согласившихся на встречу с незнакомцем за плату. Как осуществляется мошенничество на сайтах знакомств? Женщине в социальной сети ВКонтакте добавляется мужчина, обычно выглядящий как успешный бизнесмен, уточняющий, что нашел адрес ее страницы на сайте знакомств. Далее следует переписка, в ходе которой мошенник располагает свою новую знакомую к себе, приглашает на свидание и предлагает денежное вознаграждение за приятную встречу с продолжением. Спустя некоторое время обаятельный незнакомец исчезает, а вся информация о жертве, ФИО, ID ВКонтакте, номер телефона, фото, скриншоты переписки размещается мошенниками на специальном сайте. После этого даме пишет уже другой человек, который предоставляет ей ссылку на этот сайт и предлагает за денежную плату удалить размещенную там информацию. Если же жертва отказывается это делать, ссылка на сайт рассылается в личную почту по ее контактам в социальной сети. Часть пострадавших женщин пугаются таких последствий, поэтому предпочитают заплатить шантажисту. Грабитель банков и мошенник Бальтазар. Читайте на портале, что делать, если вы столкнулись с шантажом в интернете. Прежде всего, если вы попали на удочку мошеннику на сайте знакомств, ни в коем случае не платите ему деньги. Шантажисты крайне редко выпускают из рук попавшуюся им жертву, поэтому весьма вероятно, что после того, как вы заплатите им требуемую сумму, они начнут требовать с вас деньги все больше и чаще. Поэтому самым простым решением для вас будет консультация у юриста, который подскажет, как действовать в этой неприятной ситуации. Помните. Вы ни в чем виноваты. Мошенники, как правило, действуют очень хитро, так что пострадавшая сама не замечает, как любовная переписка быстро перетекает в деловую сделку, где она является всего лишь товаром. Лица, занимающиеся подобной преступной деятельностью, нарушают статью 163 вымогательства УК РФ. Требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений позорящих потерпевшего. Кроме того, преступники нарушают и Федеральный закон о персональных данных, ведь на сайте злоумышленников выкладываются не только фото пострадавшей, но и ее имя и фамилия, мобильный телефон, а также приблизительное место жительства. Самый простой способ заблокировать сайт мошенников, где размещена порочащая информация о вас, это обращение в Роскомнадор. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Вам будет достаточно обратиться в их управление, предоставив адрес сайта, а еще более желательно конкретную страницу, а также копии страниц своего паспорта, чтобы подтвердить свою личность. Через некоторое время, обычно от нескольких дней до месяца, сайт будет заблокирован. Такая линия поведения не позволит вам наказать мошенника, однако найти негативную информацию о вас в сети будет сложнее. Если вы решили довести дело до суда, обязательно сохраняйте всю имеющуюся у вас переписку, которая послужит доказательством в дальнейшем. Как бы вам не было неприятно смотреть на ее содержимое, помните, именно личные сообщения являются основным свидетельством всего произошедшего. На данный момент сайт злоумышленников оперативно блокируется Роскомнадзором, однако мошенники продолжают свою деятельность. Соблюдайте безопасность в социальных сетях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.